Многие староскольцы уже успели заметить первый крупный стрит-арт в округе на улице Комсомольской. Старая кирпичная стена в центральной части оскола преобразилась. Голубь мира, призывающий единять и здравствовать, уже стал любимой фотозоной староскольцев и гостей города. Автор уличного творения – молодой художник Андрей Попов. Рисует не только в городском пространстве, но и занимается оформлением офисных помещений фасадов зданий. То, что это необычный гараж, понятно сразу. Он ярко выделяется на общем фоне, а внутри – атмосфера творчества, которая поглощает каждого, кто попадает внутрь. Старосколец Андрей Попов – художник, урбанист и просто хороший человек – обустроил тут свою мастерскую. Здесь рождаются эскизы будущих работ. Иногда это просто движение какое-то по бумаге. Вот есть лист, есть карандаш. И вот как заметки на полях, когда во время телефонного разговора это особенно чувствуется, когда человек увлечен чем-то, и у него подсознание рисует само тот образ, который у него висит. Иногда бывает такое. То есть я чувствую, что надо порисовать какой-то образ. Я сажусь, начинаю его рисовать, рисовать, развивать, и дальше погружаюсь в этот процесс. Вот это лучшее состояние, когда именно процесс потока. В шесть лет Андрей пошел в художественную школу. Там сразу заметили талант мальчика и помогли ему раскрыться. Поступил в архитектурный вуз на инженера-архитектора. Со второго курса начал зарабатывать на жизнь любимым делом. Вуз, правда, в итоге пришлось бросить, зато нашел себя. Теперь его специализация – стены. Вдохновение для дилетантов – профессионал должен работать. Когда есть вдохновение, когда нет вдохновения, нужно нарисовать эскиз под конкретную задачу. Завтра нужно предоставить эскиз на тему такую. Я сажусь и начинаю поиск. Пробую так, 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 делаю небольшие эскизы, композиционные решения. То есть тут же включается изобразительная грамота, как это делается. Поиск композиции, поиск смыслов. Дальше смыслы наполняются образами, образы наполняются формой, свет, тень, цвет и так далее. Одну из его самых масштабных работ староскольцы видят ежедневно в центральной части города. Эскиз был нарисован Андреем довольно давно, при случае показан в администрации. Идея понравилась. Две недели, три человека, 50 литров краски, 150 квадратов стены, из которых 100 заняла композиция «Голубь мира», которая призывает горожан единять и здравствовать. Единяя и здравствуй – это противовес концепции «разделяй властвуй». Вот это наша здравая русская идея. Были свои моменты, но не сказать, чтобы были какие-то особые трудности. Самая большая трудность – это была подняться на эту высоту, еще учитывая, что перед стеной газон, и надо было особую вышку, чтобы она дотягивалась до туда. Это своя специфика. Впереди у Андрея еще один масштабный проект в Старом Осколе. Но пока нет согласования с администрацией, мастер стрит-арта не хочет оглашать подробности.